приветствую вас дорогие коллеги сегодня мы поговорим о том как управлять эмоциональным состоянием педагога вы все время работаете с детьми а это очень сложная работа дети все время меняется и вот это то как они меняются иногда выводит нас из себя то есть создает комплектной ситуации чтобы справиться с этим нужны методы мы поговорим сегодня не только привычных уже методов но и но каким образом будет состоять наш вебинар вначале мы поговорим о мире эмоции вообще что такое эмоции как они выстраиваются как потом как рождаются потому что именно на моменте зарождения эмоции мы можем ими как-то управлять дальше рассмотрим варианты вербального словесного управления и вот это ноу-хау это графические упражнения для корректирования эмоций конечно же чтобы любое упражнение она сиюминутно помогает нам в данный момент в данной ситуации но чтобы у нас все было хорошо постоянно фоновом виде нам нужны полезные привычки потому что есть эмоции фоновые вот что-то случилось произошло есть стабильное состояние когда вы вставили на в тонусе наполнены тогда мы совершенно по-другому принимайте ситуации вашей жизни во время вебинара вы можете задавать вопросы то что идут по ходу я попробую ответить и в конце тоже дам время минут пять чтобы вы задавать вопросы если они у вас возникнут те которые будут по теме по ходу я на них отвечу те которые не очень в этот момент подходит я отвечу позже правильнее сформулировать свои мысли и так мир эмоции предлагаю вам давайте поразмыслим скажите события дают окраску нашим эмоциям или окра эмоции окрашивает события нашей жизни вот эмоции от человеческого восприятия так и мне кажется больше единичек в отлично отлично так хорошо что вы отвечаете ну давайте сейчас посмотрим а что же происходит с людьми когда события дают окраску эмоции когда события дают на окраску нашим эмоциям что-то произошло и я почувствую тогда я завишу от внешнего мира мое мнение мало что значит потому что ну мир так устроит дождь идет он идет что я могу с этим делать но он идет мои действия мало что решает и все предрешено вот понимание вот этого фатализма что все лови такова жизнь это то когда мы становимся жертвами обстоятельств или обстоятельства вынуждают нас действовать каким-то образом так по разному может быть и так и так да бывает и и второй вариант когда эмоции окрашивают события нашей жизни то есть произошло какое-то событие я в разных ситуациях могу чувствовать их по разному то есть я решаю что делать со своей жизнью вот пошел дождь я могу радоваться этому я могу грустить по этому поводу я могу поменять какие-то вещи но я не становлюсь жертвой то есть от того как я воспринимаю события жизни меняются мои эмоции но все я бы планировала выйти на прогулку и дождь пошел все предрешено ничего я не могу делать а другой человек подумает но есть варианты можно пойти гулять дождик зонтиком можно пойти в кино или можно дома посидеть найти другое занятие но смотрите как бы почти что одно и то же но разное восприятие с одной стороны один сидит и грусти кстати это очень сильно наблюдается у подростков и детей вот я хотел так а по-другому не получилось то есть получается какая-то детскость и детскость восприятие когда мы берем более взрослую позицию да я решаю что делать в данной жизненной ситуации это как шахматная партия и шахматы играете ваш соперник сделал ход исходя из этого вы планируете свои действия но вы планируете причем шахматы интересны том что хорошие шахматисты продумывают на 45 ходов вперед наперед они думают что делать мои эмоции направляют меня то есть я могу эмоциями менять свои эмоции управлять и благодаря этому направлять свои действия в другие русла туда куда я хочу у меня есть право выбора я выбираю каким образом совершать действия в своей жизни как реагировать и подсознание подсказывает мне моими эмоциями смотрите вот это очень важная вещь последние годы десятилетия так распространилась позитивное мышление с одной стороны это хорошо вроде бы хорошо но это мыльный пузырь в воздушный шарик хлоп и он лопнул если внутри все пусто поэтому что мы делаем когда у нас плохая какая-то эмоция его надо просто зафиксировать я чувствую мне тревожно мне грустно и дальше я понимаю что моя эмоция пытается до меня достучаться сказать мне что-то например защита лично границ кто-то говорит что-то и это меня обижает или человек проходит мимо я замечаю что он нарушает мою личную территорию моей личной территории что получается моё подсознание мне говорит что мне плохо я могу защитить себя после этого я делаю действие и благодаря этим действиям моё состояние нормализуется и не только состояние но и жизнь то есть эмоции наши самые большие помощники они нам указывают когда мы идем правильно когда мы делаем что-то не до чувствую что не надо делать и а потом получается плохо удивляйся почему плохо получилось но подсознание каким-то образом вызывало какие-то эмоции при котором вы чувствуете человек мне не нравится почему не нравится он инакомыслящий он другой он может случайно или надумано в моей жизни создать какие-то препятствия если я не автоматом все с этим я больше дружить не буду мне не нравится а пытаюсь осознать а почему мне не нравится что мне в нем не нравится и вдруг получается что не человек мне не нравится тот сценарий который я нарисовала в голове свои что возможен с этим человеком или он мне кого-то напоминает да наш мозг запоминает людей которые в нашей жизни многое значили мама папа дедушка бабушка одноклассник сосед который что-то сказал и в виде каждого нового человека мы наше подсознание автоматом их прикрепляет к одному второму третьему часто прямо по внешним каким-то признакам цвету глаз росту одежде интонации голоса и так далее то есть бывает и вот такое таким образом эмоции наши большие помощники если мы начинаем ими управлять они они нами и здесь важно смотрите еще почему важно иметь вот позитивное мышление почему а так сильно распространилась потому что у каждой эмоции своя вибрация и свой объем энергии и чем больше этот объем энергии тем более сил у человека есть чтобы реализовывать свои планы до александр чувствует читаю ваш комментарий главное не навешать ярлыков на людей до люди меняющиеся существа они все время меняется это не стена это не какая-то недвижимая не дышащие вещь люди меняются склонны к изменениям так вот давайте посмотрим если мы смотрим внизу вот эта коричневая зона 1 1 герц до 3 1 герц низкие выбра вибрации есть нижайшие дальше низкие смотрите горе страха вида вспышка ярости возмущение вспыльчивость раздражение когда человек появляет вот эти эмоции эти чувства у него нехватка энергию на низких частотах находится и у него нет энергии каждый ступень чуть больше энергии дает есть дальше чуть выше это гордость жалость и самость гордыня до появляется у человека немножко больше энергии он может что-то сделать но все равно его действие деструктивные например если человек находится в этих позициях что-то в жизни случается не так как они планировали как они хотели тот же самый дождь солнце машина не так проехала у них сразу просыпается вот эти эмоции и они неконструктивные человек ругается в виде вида водителей которые сидят за рулем и ругают всех и пешеходов и других участников движения и дальше мы идем дальше уже идут более высокие эмоции это высокие вибрации это принятие мира таким какой он есть без возмущения других негативных эмоций это любовь головой когда человек понимает что все это хорошее светлое чувство и то есть это не конкретному человеку вот это не влюбленности а вообще любовь ко всему с пониманием что да это имеет место это любовь головой есть еще выше здесь 50 герц а если мы посмотрим выше сердечная благодарность и сердечная любовь где-то 170 180 от 150 герц и более ко всем людям ко всему живому то есть есть если мы кого-то любим включаем к нему любовь это у нас 50 герц если наше сердце вмещает любовь ко всем то это вот другая часть совершенно другое ощущение вот любовь головы похоже на ту же самую влюбленность до какой-то вот я именно это люблю вот это мне нравится вот это не нравится вот это я принимаю это не принимаю сердечные любви совершенно другое есть сострадание сострадание и еще больше любовь безусловное еще больше там больше 105 герц 205 герц видите оказывается все наши чувства эмоции оцифровываются и получается чем на более высоких вибрациях человек находится тем больше у него внутренней энергии для реализации находясь высоких реализациях там верхний квадрат до высочайшие вибрации человеку достаточно чего-то пожелать и люди окружающие это делаю вселенная готовит удачную встречу принести вот вы захотели яблоко вдруг кто-то к вам приходит в гости и приносит яблоко именно такое какое вы задумали то есть тогда получается вот такое состояние что мир идет вам на встречу когда же мы находимся в коричневой зоне у нас наоборот куда не идем везде препятствия вот пошли туда нас раздражают то есть позитивное мышление имеет очень большую значимость но важно сделать его наполненным оно не должно быть внешне я такая позитивно мыслью внутри боль и пустота поэтому мы будем заниматься еще и тем что будем наполнять это внутреннее состояние а внутреннее состояние наполняется чувствами мыслями и физическими действиями вот более подробно смотрите если нижней части она смерть и счастье да наверху внизу движение двунаправленно если мы находимся где-то возражение то у нас энергия тянет вниз а а из состояния оптимизма легко подняться на принятие благодарность единства сострадания то есть энергия поднимается выше вот так у нас эмоции устроены сейчас очень много говорят о квантовых технологиях психологии вы слышали этот термин поставьте огонечки если да квантовые квантовые смещения реальности вообще что это такое это нет кто-то слышал так вот квантовые смещения реальности это изменение жизни с помощью мыслей и действия осознанно совершенных в непривычно высоких эмоциональных состояниях то есть когда мы выходим в такие высокие эмоциональные состояния мы можем принимать решение совершать действия которые нас выведут совершенно другое на другой уровень жизни отношений вот смотрите опять смотрим сюда если я принимаю решение в состояние возмущение там где 06 и 19 герц я возмущена я сейчас пойду его поставлю на место как он смел так себе вести там ребенок родитель начальник все равно я скажу как не надо это состояние гнев да да я сейчас ему такую двойку влеплю если это школьный учитель ладно сейчас накатая на него вот это гнев или то же самое превосходство да вы понимаете он такой потому что ну что с него ждать ну почему что с него можно ждать вот такой он уродился такие как у него семья такие отношения вот это превосходство состояние превосходство если мы находим в состоянии например принятия мира человек наверное ему грустно или в этом то что он сделал есть какой-то смысл когда любой головой начинаешь думать так слушая ведь интересная вещь получается вот есть такая фраза которая часто слушала и этот раз вообще повторяю люблю люблю повторять никто нам не враг никто друг всяк учитель тогда он задает вопрос интересно чему это учит меня жизнь с помощью этого человека с помощью этой ситуации то есть смотрите исходя из этого я делаю совершенно разные действия если я выхожу в сердечную благодарность говорю боже спасибо что ты осветил какую-то часть моего существа я пойду и подумаю что я могу улучшить своей жизни а если сердечная любовь я думаю как я могу этому человеку помочь чтобы он не был в таких низких вибрациях смотрите человек меня оскорбил а я его хочу помочь ему помочь какие разные реакции от состояния того что мы сделали любой безусловный человек может вообще ничего не сказать но душой направить такую энергию такой мощи что человек который перед ним исцеляется вот эти великие великие духовные учителя которые даже без слов они могут человека исцелись ты находишься в их ценностях друзья мои не только христианские да я христианка но в любой религии если человек выходит до этого состояния вы исцеляетесь просто находясь рядом с ними у них настолько сильная энергия что она разрушает ваши эти барьеры и поднимает вас выше и пока вы рядом вам очень хорошо вот и получается так причина значит есть так поступать я практикую другое вот смотрите когда мы поднимаемся по эмоциям у нас меняется совершенно меняются действия чувства и эмоции если нас что-то раздражает мы можем сразу на это ответить а можем постараться чуть-чуть поменять наше эмоциональное состояние подняться чуть выше и оттуда найти решение ситуации взять простую фразу вот это известную фразу эйнштейна который говорил ни одна задача не решается в той ситуации на том уровне где она родилась надо подняться уровнем выше посмотреть сверху и только оттуда решить то есть до вот таких высокодоуформных людей немного действительно немного но они даже обычный человек может ненадолго подняться на эти эмоциональные состояния вот квантовые смещения как раз таки работать что ненадолго вас выводит в это состояние вы зацикливаетесь создаете свои планы и можно научиться время от времени выходить на на 205 немножко сложновато но на 150 герц сердечную любовь проходить очень легко почему люди любят медитации медитация как раз и получается что человек поднимать свои эмоции это эмоциональное состояние на бьюзеров не действует может быть я не пробовала как быть с энергетическими вампирами они все равно у вас возьмут энергию поэтому пользуйтесь семароном сами подарите сколько хотите чего хотите семарон как действует человек вас раздражает или что-то вы мысленно спрашиваете а что человек этот хочет от меня получить какую энергию 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 самозначимости ему не хватает там тонуса хорошего настроения ладно отлично я придумываю мысленно в каком образе может быть значимости в виде бабочки скажем наши и мысленно придумываю даю все я дарю тебе эту бабочку получается что я дала небольшое количество энергии именно того качества что нужно этому человеку он расслабляется он довольно сыт и уходит если же я сержусь то я выбрасываю еще большее количество энергии и грязной пока он оттуда выкачивает те свои необходимые элементы которые ему нужны я остаюсь без энергии а он быстро истощается с другой стороны есть еще джоу клаус у него книга очень интересная про любовь посланник называется кажется книга он просто от сердца посылает энергию любому человеку считается что вот здесь энергия структурируется она меняет переходят тема вибрации которым человеку нужны он просто передает от сердца к сердцу энергию у него прибавляется у него прибавляется у самого энергии из-за того что он отдал другому энергию любви смотрите как получается вот это мой стакан я пью воду если она уменьшается что я пойду я ее дополню поскольку здесь была вода я его дополню водой если было здесь у меня вино я бы дополнила вино не буду же я вино разбавлять водой если чай то я тоже чай смотрите получается если вы даете злость человеку ваша часть наполняется злостью если вы отдаете любовь чистую воду то вам возвращается энергии любви любая неполная чаша требует наполнения космос вселенной наполняет чем больше вы отдаете энергии тем больше получаете и вот если вы отдаете зло вам зло возвращается если вы отдаете энергии это чисто возвращается энергия для чистоты и почему говорим о чистота эти частоты действует как радиоволны вот вы радио приемник накручиваете на определенную частоту там 108 герц 109 герц и на разная разная программа они настроены на разные программы находясь в одной эмоции вы находите решение которые есть у людей этого уровня когда вы переключаете свой радиоприемник на другое частоту тогда у вас другие эмоции вот почему важно поднимать свои энергии и в этом нам поможет вот такая аббревиатура или система работы с эмоциями озеро до сокращение озеро жизни происходит некое обстоятельство о это внешне событие мы этому даем значение исходя из того в каком и состоянии фоновом состоянии смотрите или исходя из уровня мышления мы даем этому значимость благодаря этой значимости возникает эмоции к этой значимости дальше из эмоции мы действуем и благодаря нашим действиям происходит новое обстоятельство новые события как результат нашего действия то есть любое наше действие зависит от эмоции которые мы приняли которое вы было вызвано до этого каким-то действием а эмоция выработалась из-за того какую значимость мы ему дали вот про тот же самый дождь или кто-то вы едете на уходите на улице или едете в машине кто-то вас обгоняет подрезает кто-то думает ах ты плохой человек вот мне всегда так не везет не мешают и так далее а другой скажи скажет возможно человек торопится может быть ему нужно кого-то в больницу быстрее довести или успеть кому-то на помощь и он уступает ему дорогу смотрите то же самое действие вызывает разные эмоции в зависимости от того какое значение мы придаем вот по набралось на улице таких плохих водителей не учи до купились себе права и не знаю плохо себя ведут это одно значение наверное человеку очень нужно тогда я уступаю ему дорогу меняем значение меняем нашу эмоцию меняется совершенно реакции и проявлять новые обстоятельства и если мы кому-то уступаем дорогу то каким-то образом вселенная нам возвращается то что нужный момент нам тоже дают дорогу это уже другие законы природы то что баланса если мы кому-то что-то сделали нам должно вернуться однополярное похоже схожие это как наполненность стакана и вот получается событие что я об этом подумала что я при этом почувствовала что сделала и какой результат получила вы можете любое событие взять и так сделать ребенок что сделал скажем вы увидели как ребенок ударил другого ребенка что я об этом подумала видишь он злится на него и бьет а может он случайно резко махнул рукой и не заметил как ударил тогда не хотя ударил причинил боль совершенно в разной реакции что при этом я почувствовала если я подумала что это случайность нормально давайте сейчас решим попросит прощение ой извини я случайно или даже не просит я случайно и человек чувствует от случайный или нарочно а если нарочно то почему если я справляюсь с этой ситуации с конфликтом у детей зависимости от того что я подумала зависит это как я справлюсь с этой ситуации потому что можно наругать наказать человека не разобравшись тогда остается злости как результат новое из-под тишка он будет уже других наказывать потому что не может ребенок объяснить взрослому он повторяет ту же ситуацию многократно уже с теми с кем ему хватает сил и таким образом любое событие но в нашей жизни мы можем по этому маршрутному листу и выставлять правило творца каждый человек творит своей жизни когда ему хорошо творит когда плохо он вытворяет и задача наша сделать так чтобы нам было хорошо вербальное управление состоянием вы наверное много слышали про аффирмации да это я красивые мне прекрасные я молода здорово стройная и так далее в моей жизни все приходит все хорошо поставьте огонечки кто использует аффирмации используем аффирмации да они очень хорошо работают и они как камертон создает направляет наше мышление в эту сторону нет так я кого очень интересно вот или те кто говорят нет вы не верите в это вам не помогают или вот не верите или пробовали но не помогают интересно такая мысль потому что есть люди на которым на самом деле аффирмации не помогают почему потому что не помогает не верю вот если я говорю не что во что я не верю это не может свершиться поэтому прежде чем сказать аффирмации надо это представить глазами ушами не знаю во внутреннем образе почувствовать телом почувствовать если вы это чувствуете то это вам помогает аффирмации аффирмации вот кому-то помогают кому-то это сильно долго медленно и не очень эффективно да а у каждого по разному действует аффирмации это немножко другая вещь вы представляете как будто случилось уже что-то и задаете вопрос а почему это это произошло а как произошло а как получилось что например я поехала отдохнуть на море на целых три недели я планирую поехать туда но каждый раз что-то происходит мешает или не мешает или что-то именно туда подняться на какую-то гору как получилось что я поднялась на килиманджару вы задаете вопрос как будто бы уже были там и мозг начинает вы перехидриваете мозг получается что я уже там нахожусь я уже там была и выстраивает события какие-то действия и мы начинаем туда идти вот это такое и еще в природе есть психологии сапог если задан вопрос то мозг не остановится пока не найдет к нему решение пока мы не скажем все в конец решения найдено я нашел решение да я нашел решение это уже все решилось вот таким образом делаются аффирмации вы представляете желаемое состояние эмоциональное состояние событий в жизни и так далее как она выглядит и себя внутри не задаете вопрос а каким образом это случилось есть еще другой и другая такая техника тоже вот у меня стакан воды я вспомнила вы берете стакан воды два листочка бумаги на одном пишите то что есть прямо сейчас и на втором но как хотите чтобы был приклеить и выйти на эту бумагу ставим на стакан конечно не так много его надо будет потом сразу выпить налить и столько сколько вам нужно и представляете состояние которое у вас сейчас есть хорошо ли плохо глубоко хоть и в это состояние потом берете 2 стакан пустой на него приклеиваете желаемую цель и представляете полностью смотрите работает все таки наше воображение насколько мы переходим в эту новую эмоциональную частоту задача выйти на те эмоциональные высокие частоты при которым достаточно одного желания вы принимаете всю красоту насколько хорошо вам в этом состоянии вы всех любите вот это состояние безусловной любви принятия и радости чистой детской радости от того что это событие произошло потом эту воду переливаете в пустую чашку в пустой стакан где написано что это реализовывалось еще минутки две-три держите в руках и представляете а потом выпиваете вода имеет свойство заряжаться это уже многократно доказано даже есть аквабиотики лекарства которые специальным образом заряжают и они работают и вы ученый пётр горяев который занимался этими энергетическими вещами так вот потом эту воду выпить до дна и отпускаете и постепенно видите что какие-то события в жизни происходит вы принимаете другие решения вы по-другому начинаете действовать и в вашей жизни приходят желанные изменения да то что мы хотим и но это происходит только в том случае опять повторюсь когда мы подключаемся на высокие частоты о том что я выше сказал практика благодарности это одно из словесных упражнений горбальных которые помогают нам подняться на очень высокие частоты вначале просто заземление взяли подышали берем ручку бумагу и пишем пишем благодарности благодарности можно писать много вот эти про техники благодарности уже много лет люди пишут и это многое значит когда мы почему детей учим-то скажи спасибо да вот тебе дали водичку тебе дали конфетку мы говорим спасибо часто мы говорим это слово просто как данность без эмоциональной включенности а когда нам принесли какой-то подарок ой как я благодарна тебе вот включилась эмоции поэтому мы в начале пишем вводим себя в такое состояние при котором мы эмоционально чувствуем благодарность и благодарность уже пишем за то хорошее что уже произошло благодарность за ситуации которые чему-то учат смотрите то есть мы любое плохое событие то что нами были в первый момент отфильтровано как плохое говорим над этом наверное есть что-то хорошее даже если я не понимаю что этого хорошая пока это напишу потом мне откроется для чего это произошло потом благодарность людям обязательно благодарность себе потому что вы самый главный человек вашей жизни благодарность вселенной и богу за что-то пишите конкретно за что-то не просто по странно и благодарность за то что хотим чтобы появилась в нашей жизни то есть этого еще нет помните в библии есть такая строчка просите как будто бы вы уже получили то есть я благодарна за то что я поднялась на голову гору килиманджаро но к примеру все и таким образом наше сознание начинает работать по-другому скажите пожалуйста поставьте кто-либо пробовал практике благодарности какие у вас результаты если есть если да напишите вот козлово александра плюс класс поставила а потому что эти техники очень сильно помогают помогает нам выйти в другое эмоциональное состояние не пробовала больше людям очень хорошо помогло сложный период вот кстати если вы попадаете в депрессию или куда-то лучший способ выйти оттуда писать тетради благодарности во первых что получается я расскажу о другой ситуации я как-то решила пошла учиться рисовать и когда ты пишешь картины начинаешь по-другому видеть я вдруг когда проходила по улицам я начинала было по-другому замечать деревья как они выглядят летом зимой и совершенно другое восприятие начинала другими глазами смотреть на это глазами художника когда вы пишете практику благодарности вы начинаете глазами искать хорошие в своей жизни и как вы притягиваете вы это видите да выходя у вас утром скажите в слов здравствуй мир но это я всегда когда говорю какая красота боже благодарю за этот день за эту природу за этих людей с которыми я общаюсь действительно словесно про себя проговариваю ежедневно словесно очень хорошо нас еще и включаете руку у вас включается на тактильные ощущения тело более тонко получалось у моей знакомой шизофрении такое восприятие чудак а ты смотрите чудаковатая когда человек только это хорошие видит есть даже за теме такие только хорошие но мы замечаем многое очень мощное действие до нас очень помогает главное сформулировать за благодарностью да да вот друзья мои то есть мы повторяем поздним вечером благодарю за все что произошло за день конечно летом мы встречались с одноклассниками осенью даже и мне было удивительно когда один парень уже отстала наш одноклассник отставной военный говорит знаешь что интересно каждый вечер я мысленно проговариваю благодарности я заметил я если денег когда я это сказал на следующий день у меня все ладится просто гладко идет когда я не забываю то какие-то препятствия проблемы возникают я даже не знаю как это происходит но это так работает вот так что пользуйтесь практикой благодарности когда слова не помогают помогают образы буквально скажу сейчас две-три недели назад не открыла для себя психокинетический рисунок автор метода никита истомин вы наверное про нейрографику очень много слышали везде в интернете есть поэтому про нейрографику я сегодня говорить не буду я поговорю про психокинетический рисунок кстати можете подготовить ручку бумагу и мы попробуем это сделать давайте я тоже хотя у меня в слайде все прописано что мы делаем когда служит этот рисунок но когда мы болеем вирусная какая-то болезнь или препятствие может быть планируем следующий день очень интересно работает мы можно использовать разноцветные фломастеры ручки но если нет даже одноцветного тоже хватает задача дышать грудью очень многие практики кстати берут брюшное дыхание полное дыхание никита истомин предлагает делать только грудное дыхание очень медленно когда вы наполняете грудную клетку и старайтесь чтобы вниз брюшной полос не уходила в воздух и медленно выдыхаете где-то 7 8 8 секунд если не получается 8 секунд тогда хотя бы 5-6 секунд медленный вдох и медленно выдох самое интересное когда я начала практиковать и там надо дотянуться до 15 секунд в идеале есть 478 это разные другие техники 478 это для того чтобы хорошо заснуть перед сном здесь мы выходим в другое состояние когда мы делаем на 10 15 секунд получается что мы начинаем брать воздух даже как будто бы вокруг в головы вот в этой части мы не просто все тело накачиваем взяли медленный плавный вдох без перерыва между вдохами потом запрашиваем наше подсознание информацию о том как выглядит текущее состояние для того чтобы мы изменили наше эмоциональное состояние берем ручку и левой рукой не правой а левой рукой ставим на бумаге точку . где мы представляем и автоматически позволяем руке рисовать линию куда она пойдет каким образом ровно неровно она просто идет потом удерживаем сейчас коротко скажу и дальше покажу ищем линии на точке удержания потому что если некое событие в нашей жизни произошло и остается она удерживается какими-то эмоциями мы графически их рисуем перечеркиваем точки удержания стираем ластиком как бы заключаем текущее состояние в черный треугольник и формируем новую реальность сейчас я покажу как это работает вчера позавчера у меня была болела очень сильно голова болит голова а я на работе и таблетку так я тоже не люблю даже все равно даже левша делайте левой рукой или попробуйте что у вас лучше работает потому что когда мы левой рукой пишем у нас включается творческое мышление нам нужно чтобы творческое мышление работало так 1 это линии видите коричневые линии левой рукой делаем эту линию вот она получилась двумя черточками этим маленькими мы отвечаем точки удержания точек удержания несколько а потом запрашиваем а каким цветом мы будем это стирать подсознание может вот первое что придет даже не задумайтесь берите и просто также левой рукой вы это стираете вы подсознание даете сигнал что я вот все это стираю вот этого нет и дальше в черный треугольник заключаем мы взяли и закрыли его что он нет он не существует дальше можем подумать а как я хочу чтобы было и каким цветом выбираю цвет и также левой рукой рисуем и оставляем оставляем ровно настолько чтобы вот эта боль прошла я сделаю интересно нельзя эту бумагу рвать выкидывать пока мы полностью не прошла я взяла через полчаса сказал все у меня прошло и сложила пока в теле чувствовала какое-то напряжение есть и значит боль вернулась боль вернулась я выровняла листовая все все это ровный и прошла скорее всего давление было высоко или что-то убрала боль болезнь не убрала но полевые ощущения у меня снизились если бы я рисунок рисовала на нормализацию давления оно было правило давление но мой мозг была задача чтобы голова не болела то есть смотрите здесь тоже очень интересный то что также вирус это болеть там простудой гриппом вирусы мы хотим убрать болевые ощущения или хотим убрать болезнь болезнь целиком вирусы брать когда что вот мозг делает ровно то что вы ему заказали этот рисунок работает поскольку он работает я вам и рекомендую так дыхательные практики никто не отменял как раз перед сном простое дыхание квадратное дыхание вдох пауза выдох пауза мы делаем начале скажем на 4 секунды 4 вдох 4 пауза 4 выдох и опять остаемся без воздуха повторяем это в течение трех-пяти минут иногда одной-двое если мало времени так видел останется очень интересно про треугольник не знаю что видели что останется расшифруйте пожалуйста более подробно александра смотрите это упражнение когда мы следим за своим дыханием выравнивается наше эмоциональное состояние а можно будет еще раз послушать видео вебинар сейчас был очень много для качек да конечно у вас будет друзья мои записи вы можете посмотреть через несколько дней запись будет и вы посмотрите и вот эта техника раз второе практика сбалансированной работы полушарий вот про на ямы разные вдох правые левые закрыли вдохнули правый теперь закрыли левые и выдохнули правые закрыли выдохнули левой и той же вдохнули во время когда вы вдыхаете сбалансируется левые и правые полушария мозга две-три минуты вы делаете и у вас мозг включается про полушарий у меня было много вебинаров наверно тоже слышали и мои другие то что у нас логическая и творческая часть они начинают в контакте большим работать делайте вот такое упражнение коллега который писал отдыхание 4 7 8 4 вдох 7 пауза 8 выдох 4 секунды дышим 7 восемь восемь циклов перед сном помогает хорошо поспать заснуть если вы не можете спать соединяем сердце и голову одну руку ставим на лоб другой центр груди и мысленно дыханием просто соединяем снимает головной боль нормализует давление вот нервное напряжение которые у вас есть уберете и вот это делаете смотрите если техникам правда ямы несколько тысяч лет то техника психокинетического рисунка ему не так много 34 года а я узнал о нем ровно месяц назад или даже меньше месяца назад то есть это новейшие и полезные привычки чтобы закрепить вот это наше эмоциональное состояние друзья мои больше гуляем на воздухе соединяемся с чистотой земли когда мы выходим гулять над землю что происходит на воздух что происходит мы соотносим частоты нашего тела с чистотой земли и лучше себя чувствуем мы отдыхаем достаточные кислорода и даем телу передвигаться нам нужно чтобы тело в пространстве двигалась очень многих я слышала у меня вообще потрясающе новые идеи приходят когда я нахожусь в дороге я прекрасно медитирую когда еду в машине то есть не за рулем конечно кто-то за рулем я сижу на дороге я мне удобнее кому-то по-другому но перемещение тела очень помогает и когда хожу многие люди когда надо обдумать они ходят ноги ходят голова работает пить хорошую воду старайтесь хорошую воду пить у меня шумбитовая вода есть ионизированная вода пробуйте что вам будет и думаете добрые мысли наши мысли формируют нашу реальность мы сколько аффирмации программ было именно то вот упражнение что мы мыслями создаем нашу реальность и есть такая поговорка прежде чем подумать подумайте то есть подумайте о чем вы думаете и меняя направление мысли мы можем менять полностью качество нашей жизни ну что ж желаем вам хороших эмоций ясных мыслей добрых дел но все друзья мои если у вас есть вопросы я готова их услышать при мытье посуды под шум воды тоже хорошо вот кстати агата кристи терпеть не могла быть посуду и именно в этот момент она сочиняла свои детективы очень интересно да благодарю информативно спасибо коллеги спасибо друзья мои за ваши отзывы так вопросов не вижу ну что ж если будут вопросы здесь моя электронная почта или вконтакте я с вами в одной группе можете задавать под видео которое будет по трассе который сейчас идет можете задавать вопросы дальнейшем большое вам спасибо друзья мои ну что ж пригласим тогда татьяну викторовну до свидания я ухожу до новых